Меликесский район Наше видео вас не разочарует. В этот раз мы отправились в отдаленные села в поисках пейзажей природы и малоизвестных исторических объектов. Выехали, как всегда, рано утром, чтобы успеть добраться и снять для вас как можно больше достопримечательностей региона, о которых многие просто не слышали. Кстати, в этот раз мы сняли настолько много, что решили сделать из этого две передачи. Если ехать по трассе в Меликесский район, то первый значимый объект, который неизменно появляется на пути, это пирожковая столица нашей области – Муловка. Пирожки здесь действительно вкусные и сытные, однако не только этим интересен населенный пункт. Село достаточно древнее и имеет богатую историю. Основано оно в 1706 году на землях, принадлежащих Меншикову. В то время село имело два названия. В документах того времени об этом говорится так. В 1780 году село Рождественское Муловка-Тож помещиковых христиан с 398 ревистских душ взять в состав Ставропольского уезда Симбирского наместничества. В Муловке еще сохранилось здание текстильной фабрики, основанной на пять лет позже. Помещик Степан Григорьевич Мельгунов, отдавая дань моде того времени, закупил шесть станков. Предприятие за короткий срок окупилось и стало приносить доход. Впрочем, самой крупной текстильной фабрикой губернии суконная мануфактура стала лишь под управлением князей Трубецких. Максимальная выработка в те годы достигала 215 тысяч оршин в год. Территория фабрики сейчас – прекрасное место для съемок художественных фильмов про войну или революцию. Кстати, рядом с фабрикой есть живописный фабричный пруд, который и теперь оставляет весьма приятное впечатление. Фабрикой Еще одна достопримечательность – храм Рождества Христова. Он восстановлен почти на месте, снесенной большевиками церкви. От прежнего осталась лишь часть колокольни, но зайти сюда очень интересно. Прежде всего потому, что настоятель, отец Игорь, очень интересный человек, с которым интересно побеседовать. И не только о старине, но и о современности. В 91-м году, когда община образовалась, люди стали собирать, как бы изголодались по вере. Люди обратились к ладыке, была создана община, зарегистрирована юридически. И начали собирать средства, но в 90-е годы самые знаемые какие они были. И средств не хватало, не было кому организовать более конструктивно. А люди, необходимость была, потому что уже люди поняли, что без веры долго жить невозможно. А то, что была община, это давало как бы такой импульс вокруг, люди собираются. Потому что даже не было священника, а все те года люди собирались в домах и молились Пасху ежегодно. Первые службы в то время проходили в небольшом домике, который не мог вместить всех желающих. Тогда было принято решение служить в более обширной подвальной части. Жена батюшки Мария Николаевна во всем помогает мужу. Она же звонарь церкви. По первому образованию отец Игорь и его жена – музыканты. Колокольный звон для них не просто звук, а мелодия. И даже танец. Мне очень нравятся слова одного старца, который я всегда детям говорила, бабушкам говорю. Старец сказал так, Господи, дашь нам глаза, которые видят в людях лучшие. Дашь нам сердце, которое будет прощать худшие. Дашь нам ум, который будет думать только о хорошем. И дашь нам душу, которая никогда не теряет веру. Поэтому всех вам блага, всех друзей. Всего хорошего. Получив благословение от батюшки и напутствие от матушки, мы отправились дальше. Впереди было село Лебяжье с тоже по-своему уникальным храмом. Храм Рождества Христова в Меликесском районе уникальный сразу по двум параметрам. Во-первых, это единственный храм, который не разрушили после революции в районе. Кроме того, с этого храма никогда не сдергивали купола, как это было повсеместно в Ульяновской области. Пытались и этот храм тоже разрушить. Произошло просто божье чудо. Когда тракторист пытался снять крест, зацепили тросом, этот трактор перевернулся. И председатель сельского совета тогдашний сказал, что не надо трогать этот храм. В советские годы здесь находилась тракторная мастерская. Здесь был склад зерноотходов и склад химический. Церковь поражает своей статностью и прекрасным состоянием стен. Внутреннее убранство фактически повторяет дореволюционное. Первое, что привлекает внимание – огромное старинное паникадило. Даже не верится, что все это было отреставрировано в 90-е годы XX века. Храм снаружи и изнутри выглядит старинным и намоленным. Восстановлением его начали заниматься в 1988-м. Центральной фигурой возрождения Церкви Рождества Христова стал игумен Иоанн, ныне покойный. Молиться на его могилу приходят и сейчас. Говорят, что он был способен не только исцелить душу, но и тело. Отец Дмитрий старается изо всех сил продолжать дело своего предшественника. Замечательный был священник. Он взял этот храм в полуразрушенном состоянии. Ну, сами понимаете, после советского периода, когда здесь находилась транспортная мастерская, здесь только были стены. И отец Ант трудами, своими силами за несколько лет смог восстановить этот храм. Он был у нас в советское время. Он, ну, как сказать, такой был, ну, доброжелательный, хороший, ну, простой русский мужчина, вот я говорю вообще. И так запросто общался со всеми людьми. Вот у меня, когда муж был, работал председателем сельского совета, он часто обращался, к ним общались, так разговаривал, он так его это хвалил. И он даже подарил ему, вот остался закон Божий, ему говорят. Да, Петрович, тебе вот закон Божий, учись и будешь поминать меня. Могила отца Иоанна находится, где ей и положено, за церковью. Сюда часто приходят люди. И те, кто знал священника, и те, кто только слышал о нем. Каждый, кто приходит к этой церкви, считает своим долгом посетить могилу. Шепотом люди рассказывают о чудесных исцелениях, происходивших на этой могиле. Однако официальной церковью эти чудеса не зафиксированы. Интересный факт. Отец Дмитрий рассказал, что при обустройстве входа в храм пришлось раскопать землю. Находка, которую обнаружили землекопы, поразила всех. Перед входом были похоронены люди. Отец Дмитрий углубился в изучение старинных православных обычаев и обнаружил, что раньше люди, которые считали себя закоренелыми грешниками, завещали хоронить себя у входа в церковь, чтобы по ним, во искупление их грехов, ежедневно ходили люди на молитву. Сейчас этот обычай считается архаизмом, но еще в XIX веке такое было возможно. Из Лебяжьего мы проехали в Никольское на Черемшане. Село было основано в 1653 году как укрепленный пункт на Закамской засечной черте, боярином Адоевским. Название села произошло от большой местной Никольской церкви. В 1705 году сподвижник Петра I Меньшиков сделал Никольское на Черемшане своей вотчиной, приписав к ней все близлежащие деревни – Грязнуху, Муловку, Золотаревку, Красный Яр, Архангельское городище и другие. После отстранения от власти Меньшикова в 1727 году его владения перешли в конечном итоге офицеру Оренбургского гарнизона Дурасову. Помещик Дурасов построил в селе Суконную фабрику, литейный завод, а его сын Николай Алексеевич Дурасов завел оркестр и крепостной театр. Сейчас Никольское на Черемшане располагается выше, чем то, где жили Дурасов, писатели Дмитрий Григорович и Владимир Сологу. В 1953-1956 годах в связи с затоплением Куйбышевским водохранилищем село было перенесено на новое место. Однако историю села помнят и увлеченно о ней рассказывают. Это театр, который, когда помещик выкупил вот это вот село, да, оно село переходило часто из рук в руки, то он из Симбирска перевел сюда театральную труппу, которая здесь развивала театральную деятельность. И после того, как театр уже перерос, так сказать, провинциальный уровень, да, труппа театральная переехала в Москву и положила начало вот малого театра в Москве, который сейчас успешно работает и знает его по всему миру. То есть вот как раз это родина, истоки театральной российской жизни. Театральную труппу помещик после переселения в Москву забрал с собой. В столице Николай Алексеевич не только не оставил свою театральную деятельность, но и построил театральную школу. Кстати, впоследствии, после его смерти, труппа Дурасовского театра составила ядро коллектива малого театра. Так Николай Дурасов оказался наряду с графом Шереметьевым, создателем русской театральной школы. Кстати, его детище и наш областной драматический театр, ведь вторая труппа Дурасова работала в Симбирске. Артефактов, связанных с театром, осталось немного. Однако мы, к удивлению своему, обнаружили здесь один из лучших музеев нашего региона, где нам удалось побывать. О нем мы расскажем во второй серии нашей кругосветки. В ней вы увидите частный музей села Никольское на Черемшане, место, где с XVII века по 1956 год было прежнее село, прекрасные пейзажи реки Черемшан, участок закамской засечной черты в селе Иреклинск и святой источник во имя казанской иконы Божьей Матери. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ